Ешь и не думай. Вот лозунг современного пищепрома. А едим мы, как показывают отчёты статистиков, около 2,5 килограммов различных продуктов ежедневно. Сотни тысяч дел. За предыдущий год только было около 30 тысяч обращений. Учитывая резонансные разоблачения, заявления врачей и специалистов питания о реальном составе продуктов, можно понять, что закармливают нас порой опасной едой, последствия потребления которой могут быть для нас чреваты. У нас нет ни потребителя, ни толком производителя. Ведь делая ярче упаковку, добавляя усилители вкуса и надписи «чисто», «экологично», «натуральное», производители заботятся не о нас, а о своей выгоде. Мало кто выясняет, что внутри этих, на первый взгляд, безопасных упаковок и остались ли на прилавках безвредные продукты. Возьмем, к примеру, сыр. Один из самых популярных в нашей стране молочных продуктов, который каждый казахстанец ежегодно съедает по 2,5 килограмма. Эксперты говорят, могли бы и больше, но экскурсии по прилавкам заставляют задуматься, а стоит ли. Здравствуйте! В эфире программа «Пища для размышления». И сегодня мы расскажем, что пытаются продать нам предприимчивые молочники под видом сыра. Может ли один его килограмм в магазине стоить две тысячи, если производить сыр из молока? Если нет, то какова цена натурального продукта? Почему маркировка не отображает пальму и другие транжиры? И как, прикрываясь брендами, обманывают покупателей? Оставайтесь с нами, и вы узнаете не только это. Современные продовольственные рынки стремительно меняют лицо. Глаз радуется. Прилавки казахстанских магазинов с сыром просто завалены. Адыгейский, Рокфор, Голландский с плесенью, моцарелла и пармезан. Выбор только за покупателем и его финансовыми возможностями. Но порой даже высокая цена не гарантирует такого же высокого качества. Вместо настоящего сыра мы можем купить в прямом смысле слова отраву. Так месяц назад казахстанские проверяющие в пробах голландского сыра, который продается по всей стране, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Штаммы этих микроорганизмов вызывают пищевые отравления, после которого человек непременно попадает в больницу. В некоторых случаях возможен летальный исход. Так случилось во Франции, где на больничную койку попали сразу 14 подростков. Из-за сыра умер ребенок. Продукт под названием реблашон, произведенный на сыроварне во французских Альпах, был снят с продажи по решению властей после того, как у 6 из 14 детей была найдена кишечная палочка, инфицирование которой привело к поражению почек. В Казахстане таких серьезных случаев пока не зарегистрировано. Но тут, возможно, просто по счастливой случайности. Итоги мониторинга молочной продукции за прошлый год показали. В нашей стране чаще всего подделывается именно молочка. Сырный продукт изготавливают по той же технологии, что и сыр. Но вместо сливок используют растительный жир и дешевые консерванты. Поэтому продавать его под видом натурального, доверчивому покупателю проще простого. При этом импортные сыры, как и отечественные, уходящие на экспорт, проходят проверку территориальными инспекциями. Но тогда почему псевдосыры появляются на наших полках? И кто дает гарантию, что их всего 12%? А может, недобросовестный продавец в погоне за прибылью сырный продукт выдает за качественный сыр? Сейчас очень часто при производстве сыра именно не молочный жир используется, а растительные жиры. Поэтому мы это выявляли, подавали иски. Многие партии товаров просто-напросто совместно с государственными органами мы запрещали, то есть через суд. Это что? Остаток этого. Молока? Да. Россия. Практически центр страны. От Москвы меньше 100 километров. Проверка этого цеха началась после жалобы покупателя на некачественный сыр. Но оказалось, что сыр этот не просто некачественный, а даже опасный для жизни. И кто знает, сколько подобных цехов на всем постсоветском пространстве, а главное, на стол к покупателю, из какой страны может попасть вот такой вот, вероятно, очень доступный продукт. Мы отправились к Владимиру Кожевникову, исполнительному директору молочного союза Казахстана, чтобы узнать, почему казахстанский рынок сыра сейчас как поле боя, где обманом царствует сырный продукт. Мы сегодня по импорту завозим до 60% сыров. И вот там надо следить, потому что, допустим, продукты, которые поступают с Украины, и это показали исследования, показали проверки, там процентов, наверное, до 80, а может быть и больше, это сыры с использованием жиров растительного происхождения. Другое дело, что они, может быть, и не врут, как говорится, да, то есть они пишут то, что есть, что это сырный продукт. Для того, чтобы сделать один килограмм сыра, нужно в зависимости, значит, от белка от 9 до 12 килограмм молока, литра молока, хорошего качественного молока. При закупочной цене молока сегодня 120, допустим, да, в среднее бюро, это получается 1200-1300 – это только сырье. То есть где-то получается в пределах 2000 тенге – это производство нормального сыра. Хоть и дешёвый, но качественный сырный продукт, говорят медики, всё же не опасен. Но и пользы он не приносит. Просто проходит транзитом через наш организм. И вроде как даже пресловутое пальмовое масло не самое страшное, что может оказаться в сыре. Куда опаснее продукт сыроподобный с трансжирами, превращающий потребителя в жертву пищепрома. С точки зрения производителей, чем больше трансизомеров или по-другому трансжиров содержит продукт, тем выше его температура плавления, тем лучше он будет хранить форму. Но такие искусственные компоненты плохо выводятся организмом, приводят к ожирению и болезням сердца. Они добавляют соевое, так называемое соевое молоко. Это не молоко, это сок генетически модифицированной сои. Но и отечественные и зарубежные производители редко указывают содержание трансжиров на упаковке, ссылаясь на то, что с химической точки зрения состав у них одинаковый. Строение молекул разное. Это подобно приготовлению на кухне. Состав, например, у пирога и у ингредиентов, из которых он приготовлен, одинаковый. Но внешний вид и вкус готового десерта будет отличаться от исходного молока, яиц и масла. Так и трансжиры. Имеющие неправильное для нашего пищеварения молекулярное строение не способны усваиваться на клеточном уровне. А ведь жирные кислоты являются строительным материалом для нашего организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, наблюдается рост эндокринных заболеваний, связанных с употреблением трансизомеров. Выходит, что ежедневный бутерброд с сыром на завтрак до больничной койки довезти может. Так что же на самом деле скрывается в упаковке с молочным продуктом? У нас всего буквально по пальцам пересчитать, кто делает натуральные сыры. Судя по стратегическим отчетам, и возможно, к счастью, потребителя хватит пальцев двух рук. Успокоить покупателя спешат в Евразийском экономическом союзе, члены которого приняли ряд важных поправок в технические регламенты производства молочных продуктов, согласно которым, теперь каждый покупатель уже по упаковке может легко отличить, есть ли в продукции пальмовое масло или другие растительные заменители молочного жира. Прописаны жесткие требования к маркировке сырной продукции. То есть производитель обязан на произведенном сыре указать долю животного жира или растительного жира. Потребитель должен очень внимательно смотреть на маркировку продукции и отдавать предпочтение все-таки натуральным маслам, а не спредам. Провести дегустацию разных видов сыра мы решили среди мышей. Шесть голодных грызунов набросятся на лакомство. Думали мы. Они подходили. Нюхали выложенный перед ними сыр от самого дешевого до изысканного. И что странно, брезгливо отворачивались. Если уж мыши не стали есть такой сыр, что же едим мы? В этом мы решили разобраться с врачом-нутрициологом, а в прошлом старшим научным сотрудником Казахской академии питания Жанар Толызбаевой. Жанар, здравствуйте. Огромное спасибо, что согласились с нами встретиться. Не могли бы ответить на первый вопрос. Какой сыр выбираете именно вы как диетолог? Здравствуйте. Я выбираю сыры твердых сортов и желательно отечественного производства. Обращаю внимание на состав, конечно. Дело в том, что сыр должен состоять из молока, заквас и соли. Этих три ингредиента достаточно, чтобы приготовить сыр. Возможно, еще сычужный фермент. Его тоже используют. То, что мы иногда видим в составе другие ингредиенты, это говорит о том, что уже добавляются в процессе производства различные вещества, которые либо ускоряют процесс созревания сыра. Это происходит для того, чтобы получить больше выкопин. Скажите, а у настоящего сыра что должно быть указано на упаковке? Что определяет настоящий сыр? На самом деле, просто подходя к полке, мы не сможем на вид определить, это сыр или сырный продукт. Мы можем только прочитать. Это уже в лаборатории определится. Ничего лишнего. И это действительно сыр. И есть ли в нем добавки, к примеру, пальмовое масло, должно указываться на упаковке информационным полем любого контрастного цвета и в любой форме. Хотя пока жестких требований к оформлению цветовой гамме, этикетки и упаковки нет, однако размер шрифта должен быть не менее 3 мм. Иначе как разобрать, что есть мы будем не сыр, а другую подкрашенную и выложенную в форму массу? Жанна, расскажите, а чем отличается сыр от сырного продукта? Сырный продукт, у него срок годности выше, потому что натуральные продукты, они прогоркают. То есть мы можем это увидеть даже на упаковке, когда посмотрим на срок годности? Нет, когда продукт упакован, он может храниться. То есть некоторые сыры 5-10 лет хранятся. Но здесь больше роль играет то, что это удешевляет значительно продукт. Хорошо. Тогда из всего представленного товара, какой бы вы выбрали для себя, для дома? Ну вот смотрите, я вот взяла состав молоко цельное, бактериальная закваска, соль поваренная, пищевая. То есть здесь опять-таки говорится о том, что это натуральные, хорошие сыры. А дополнительных пищевых добавок никаких нет. Следует заметить, что в последнем сыре соль указана последней. То есть сначала молоко, потом закваска, потом соль. Это говорит о том, что в этом продукте соли меньше, чем в предыдущем. То есть в порядке убывания присутствляется обычно. Такие сыры на прилавках уже не редкость. Редкость, когда честный производитель пишет сырный продукт или указывает жирность. И к слову, ответственность за несоблюдение требований к маркировке продуктов питания очень слабая. Штрафы небольшие. А для крупных производителей они ничтожны, что дает им возможность уходить от стандартов качества с минимальными потерями. Статистика показывает, что на самом деле есть рост ввоза на территорию Казахстана пальмового масла. Выходит, что пальмовое масло в продукты добавляют не только зарубежные нарушители. Из него производятся и совершенно легальные молочные продукты, содержащие растительные жиры. Производство сырных продуктов в нашей стране выросло на 19%. Одна из причин – позиция ритейла и покупателей, которые проголосовали кошельком. Сыр на растительном жире дешевле того, что производится из молока. Для сравнения, пальмовое масло в пять раз дешевле натурального сливочного. И большая часть продаваемого на казахстанских прилавках продукта в нашу страну завозится из-за границы. Это сырный продукт, это не натуральный сыр. Я специалист по животноводству и работающий в отрасли переработки тоже. Я эти вещи хорошо понимаю. К сожалению, на сегодня наше население многие недопонимают и не знают. Они, когда покупают вот этот сырный продукт, думают, это сыр настоящий. Это не сыр. В этой лаборатории казней перерабатывающие пищевой промышленности знают, как отличить качественный продукт от фальсификата. Исследования тут проводят не первый год. Помогают отечественным сыроводам создать уникальную рецептуру стопроцентно натурального и полезного продукта. Но понятное дело, обычный потребитель никогда, на взгляд, сыр от сыросодержащего продукта не отличит. И тут на помощь приходят народные рецепты, подтвержденные научно. Натуральный сыр также можно определить простым методом. Если нарезать тонкой полоской и скрутить данную полоску сыра, рулетик, натуральный сыр, он не будет ни трескаться, ни ломаться. А вот этот не будет скручаться, он сейчас будет ломаться. Натуральный сыр еще не должен быть липкий на ощупь. А вот этот вот он липнет. И, понимаете, он такой вот как резиновый. А еще эксперты советуют смотреть на срок изготовления. К примеру, если сыр произведен ранней весной, то он не должен иметь насыщенный желтый оттенок. Раннее весеннее молоко дает лишь легкий желтый цвет. А если в дате месяцем выпуска значится май-июнь, то такой продукт будет насыщенного желтого цвета. Узнать некачественный товар можно и в процессе покупки, когда продавец нарезает вам сыр. Крошливость сыра является пороком для натурального сыра. Если нарушены технологические режимы при его производстве, может присутствовать крошливость сыра. Но также крошливость сыра присуща для сырных продуктов, если при их производстве применяются растительные жиры. Качественный сыр должен обладать кисломолочным запахом и кисломолочным вкусом, присутствующим закваскам и ферментам. Но какой бы кусок не резал специалист, как ни странно, он крошился. Хотя на упаковке ясно было написано «сыр». Возможно, были нарушены условия хранения. После разрезания головки сыра хранить его в домашних условиях можно не больше недели. Этот продукт не любит температурные перепады. В противном случае он портится, крошится и меняет вкус. А еще эксперты советуют всегда смотреть на дату нарезки сыра. Ведь долгое хранение 3 месяца возможно только, если сыр находится в производственной упаковке и хранится головкой. После нарезания максимальный срок, при котором сохраняются вкус и полезные свойства этого продукта, всего 10 дней. Данный вид сыра, вроде бы глазки, тут все красиво. Но видите, он крошится и ломается. Это доказывает о том, что при производстве данного вида сыра были использованы растительные жиры, в том числе и пальмовый жир. Россия, Беларусь, Украина. Производители этих трех стран, казахстанских сыроваров с казахстанского жирынка, потеснили давно. Для сравнения. Если в нашей стране ежегодно производится 480 тысяч тонн обработанного молока, то сыра почти в 30 раз меньше, около 17 тысяч тонн. Вот и заполняют свободную нишу иностранные сыровары. У нас больше 70%, около 77% молока производится в личных подсобных хозяйствах. Это так называемое сборное молоко. Для того, чтобы получить сыр, нужно хороший белок иметь. Именно молочный белок в продукте, говорят сыровары, и дает столько пользы человеческому организму. В сыре содержатся кальций, аминокислоты и ферменты. 70 граммов этого продукта в день покрывают суточную норму человеков кальций. Но это в том случае, если сырье для сыра качественное. Сыр – это белок. И чем выше белок, значит у нас с вами и выход будет хороший, и сыр. Такого молока очень трудно выбрать и очень мало. Единичные хозяйства. Проблема для отечественных сыроваров настолько серьезная, что сказывается даже на полноценной работе предприятия. Цикл работы этого североказахстанского завода полностью зависит от поставок сырья. Из почти 600 тысяч тонн молока, производимого в регионе, для переработки пригодно всего лишь 300 тысяч тонн. А молоко для производства сыра и вовсе дает только одно хозяйство во всей области. Поэтому до загрузки созревания этой партии завод простаивал три недели. Такой ситуации здесь за 90-летний опыт работы не припомнят. К слову, ситуация зимой еще неутешительнее. Когда поставки молока снижаются до минимума, выпуск сыра твердых сортов практически впадает в производственную кому. Можно сказать, что сыродельная отрасль промышленности находится не в критическом состоянии. Ее, к великому сожалению, просто нет. Особенно критическое состояние в производстве твердых, натуральных, чужих сыров. На заводе признают, их продукт неконкурентно способный. Хоть и качественный, но дорогой. А потому просят государство помочь сыроделам, к примеру, субсидировать покупку дорогого качественного молока, снижая конечную стоимость продукта. А в идеале наладить в стране производство молока, отвечающего всем требованиям молочной отрасли. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы снизить долю импорта. В новой госпрограмме все у нас прописано. По годам это вразились области. Создавать будут семейные фермы, там в среднем на 100 голов коров, и плюс молочной товарной фермы на промышленной основе. А пока же без спасательного круга казахстанскому сыру никак не выплыть в океан покупательской любви. Как должно быть в идеале, знают вот в этом небольшом магазине в Алматы. Тут и сыр натуральный продадут, расскажут, из какого молока и где он произведен. И еще и рецепты блюд с его составом расскажут. Если вам говорят, что сыр произведенный здесь, и он стоит дешевле 2000 нигде, это утилизационный сыр, либо изготовленный с нарушениями технологий, то есть без пастеризации, то, что на рынках везде у нас под видом брензы выбрасывается, на рынок продается. Люди берут, они как бы не понимают. Это сейчас Андрей Нагин сыровар, а ведь когда-то работал на телевидении. И посмотрел на эту сырную кухню по обе стороны экрана. Сначала готовил сыр дома, но хобби переросло в бизнес. Производство, которым занимается Андрей, для Казахстана уникальное. Это полный цикл от переработки молока до кулинарных мастер-классов. У нас самый простой сыр, ну дешевый, да, стоит 3000 тенге. Ну, просто потому, что качественное молоко стоит. Несмотря на то, что мы разработали полный цикл, у нас собственная ферма, собственное производство, собственная реализация, все равно есть экономика, и экономику обманывать нельзя. И пока казахстанский потребитель голосует за дешевый, пусть и ненатуральный сыр, отечественному качественному никак не пробиться. В лаборатории научного института проблемами сыра занимаются не первый год. Наши ученые исследовали кормовую базу в регионах страны, взяли пробы молока, потенциал у молочной промышленности, говорят, есть. У нас кормовая база меняется в зависимости от времени года. А сыр требует, чтобы молоко было однородным, одно качество. Но наши ученые сейчас хотят, исследуя качество молока в разных регионах, создать для каждого региона свой отдельный сыр. Почти весь сыр made in Kazakhstan высокого качества и практически такой же ценой. Из-за дорогой себестоимости, стоимости сырья и переработки. Самые активные потребители такого сыра живут в Алма-Аты и Астане. Если на жителя столицы приходится около 4 килограммов этого продукта, то на жителя Алма-Аты – 4,5. Жители остальных регионов потребляют сыра гораздо меньше, не более 2,5 килограммов. Оно и понятно – сыр довольно дорогой продукт. Если говорить в конкретных цифрах, то если средняя себестоимость производства 1 килограмма сыра составляет около 2000 тенге, то государство возмещает порядка 12%, это порядка 250 тенге на килограмм сыра, чтобы поддержать в первую очередь отечественного товаропроизводителя и удешевить стоимость сыра для потребителей. Нужно помнить – не все производители готовы честно рассказывать нам о том, из чего на самом деле состоит их продукция и по-прежнему вводят в заблуждение покупателей. Прежде всего, нужно делать качественный продукт. Потребитель достаточно хорошо разбирается, вкусно это или нет. Соответственно, необходимо сделать сначала качественный продукт, обеспечивать правильный объем производства, логистику этого производства и ориентироваться на потребителя. На сегодняшний день в мире насчитывают более 2000 сортов сыра и делают продукта все больше. Появляются новые производители и новые виды. Но, как оказывается, зачастую теряется качество. И порой в мышеловку с бесплатным, а точнее с дешевым и некачественным сыром попадают не мыши, а люди. И догадаться, сыр это или его подделка, обычный потребитель должен сам. Но мы не обычные потребители. Мы хотим знать, что мы едим.